Спортсмены Славянского района прославляют нашу малую родину во всех уголках мира. Они показывают хорошие результаты на краевых, всероссийских и даже мировых чемпионатах. И это не случайно. Ведь в нашем районе развивается 24 вида спорта. Работают бассейн, стадион, легкоатлетический манеж и 10 спортивных школ. На этой неделе все детские, юношеские и спортивные школы проводили показательные тренировки, соревнования и демонстрировали во всей красе свои виды спорта. Вовлечь детей в систематические занятия спортом. Продемонстрировать им различные спортивные направления, развивающиеся в районе. Вот главная цель дня открытых дверей. Он прошел во всех спортивных учреждениях города и района, рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа. Все спортивные учреждения открывают свои двери. Для того, чтобы показать всем желающим, прийти можно посмотреть занятия по различным видам спорта. Сегодня у нас и в Петровской, и в Анастасиевской, и в Коржевской, и в Забойской. То есть круг очень большой, в том числе и в городе. В городе, конечно, самое большое, максимальное количество спортивных учреждений. То есть это, прежде всего, популяризация видов спорта. То есть мы показываем детям сегодня тот ассортимент видов спорта, куда они могут прийти и заняться любимым для себя делом. То ли это борьба, то ли плавание, то ли баскетбол, то ли легкая атлетика. В этот день пригласили на экскурсию по спортивным объектам учащихся начальных классов, чтобы дети увидели, какие виды спорта есть в нашем районе и выбрали для себя наиболее подходящее направление. Это могут быть и танцы, бокс, плавание, легкая атлетика. Главное, чтобы каждый в этот день выбрал свое. Все спортивные школы в этот день представили свои визитные карточки в виде показательных выступлений, каждая из которых была настоящим мастер-классом для новичков. Так в спортивном комплексе «Лидер» можно было посмотреть на тэквондо, настольный теннис, бокс, вольную борьбу, волейбол. В детской юношеской спортивной школе «Триумф» на баскетбол, в бассейне «Дельфин» на плавании. Ребята ознакомились наверху, на втором этаже. Это где находится ванна бассейна с занятиями, которые проходят в нашем бассейне. Это группы начальной подготовки, оздоровительной группы, группы акваэробики и группы свободного плавания. Также ребята побывали в тренажерном зале, где смогут развить свое физическое качество, которое называется «Сила». Также очень интересная часть экскурсии проходила в техническом отделе нашего бассейна. Это так называемое «Сердце бассейна», где ребята ознакомились и своими глазами увидели, как происходит очистка воды, подогрев воды, как готовится воздух, который подается в бассейн. Ребята смогли познакомиться в этот день с новыми для себя видами спорта, выбрать понравившийся и при желании записаться в спортивную школу. Футбол, баскетбол, волейбол, гимнастика, теннис, лёгкая атлетика и многое другое. Каждый мог выбрать себе спортивное занятие по душе. Дарья Шатила говорит, что уже выбрала. Она хочет заниматься плаванием. Экскурсия была очень интересная, бассейн большой, хочется сюда тоже прийти. Можно сказать с уверенностью, что после дня открытых дверей в спортивных школах нашего района зажжётся ещё больше маленьких звёздочек, которые, возможно, в будущем будут прославлять нашу малую родину на Мировом Олимпе. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».